Я приветствую всех, кто смотрит телеканал Политвестник. Сегодняшняя наша программа «Горячая точка» посвящена крайне неприятной истории для российского правительства, а если быть более точным, для первого вице-премьера нашего правительства Игоря Ивановича Шувалова. Но для начала посмотрим короткий сюжет. Шувалов Игорь Иванович, 45 лет. Первый вице-премьер правительства Путина, а теперь Медведева, оказался в эпицентре громкого скандала, связанного со взяточничеством. Западные издания Wall Street Journal и Financial Times опубликовали статьи, в которых, основываясь на финансовых документах, обвинили Шувалова в коррупции. Документы были предоставлены гражданской активисткой из России Натальей Пелевиной, которая также ознакомила с ними российскую прокуратуру. После скандальных публикаций на Западе в некоторых российских СМИ также появились статьи, в которых рассказывается о сомнительном бизнесе первого вице-премьера, где замешаны такие лица, как Роман Абрамович, Алишер Усманов и некто Швидлер. По официальным данным, доход Игоря Шувалова за прошлый год составил всего 14 миллионов 652 тысячи рублей. Сегодня в нашей студии гражданский активист, председатель Комитета за демократическую Россию Наталья Пелевина. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, являетесь виновником неприятностей для Игоря Ивановича Шувалова. Именно с вашей подачи были опубликованы некоторые скандальные материалы в изданиях Wall Street Journal и Financial Times. Это так? Совершенно верно, да. А откуда к вам попали эти документы? Я не буду называть свой источник по, мне кажется, понятным причинам, что, в общем-то, человек не хочет, чтобы его называли, соответственно, я не вправе это сделать. Когда он захочет себя, если он захочет себя обозначить, то, я думаю, это, конечно, сделает. Хорошо. Что в этих документах? В этих документах описывается схема получения взятки первым вице-премьером Российской Федерации Игоря Ивановича Шувалова. В каком это году было? Это происходило все на протяжении нескольких лет, вся эта операция, афера. И получил он эти деньги, получал он эти деньги от небезызвестных Алишера Усманова и Романа Абрамовича. Но через, так сказать, действия Евгения Швитлера в случае Романа Абрамовича. А кто такой Евгений Швитлер? Евгений Швитлер, в общем-то, человек, можно сказать, правая рука Абрамовича, человек, который во многих бизнесах принимает решения, если не за него, то, по крайней мере, вместе с ним и осуществляет операции, так сказать, по его, я так понимаю, под его руководством, скажем так. А о какой сумме идет речь? 119 миллионов долларов, не рублей. И эти деньги шли, естественно, все это осуществлялось в офшорной зоне. Схема там была, я сейчас немножко о ней расскажу, но эти деньги поступали в течение трех лет под прикрытием такого очень странного контракта займа, который предоставила, якобы, предоставила компания Шувалова господину Усманову. А изначально эти деньги… Сейчас, я еще раз, я, наверное, просто схема там очень сложная, поэтому я, наверное, подробнее начну сразу рассказывать. Да, пожалуйста. Существовала компания, пустая офшорная совершенно компания, 7K называлась, эта компания, принадлежавшая через траст, контролируемая, так скажем, господином Шуваловым. И вот в эту компанию вдруг поступили от Романа Абрамовича, значит, от его компании Unicast Technology из 50 миллионов долларов. Через там несколько недель эти деньги ушли, как некий займ, в виде некого займа, значит, господину Усманову. И потом начали поступать назад, как бы, как оплата вот этого займа, и в конечном итоге на счету оказалось 119 миллионов долларов. То есть, если посчитать, если считать, что это займ, то фактически господин Усманов, который, во-первых, возможно, не нуждался в займе, он уже очень неплохо, у него все было хорошо, во-вторых, если бы он хотел иметь займ, он бы мог взять их там под 4%, а здесь получилось, что займ обошелся ему в 40% годовых. Как мы с вами понимаем, такого, ну, в принципе, бизнес-человек себе никогда не позволит. То есть, соответственно, сразу понятно, что здесь какая-то, просто здесь была схема, и, соответственно, приходим к выводу, что это не что иное, как выплата господину Шувалову за некие услуги, уже предоставленные, или которые он собирался предоставить. А как вы думаете, какие услуги? Ну, вот путем анализа, опять же, потому что, естественно, все это приходится, потому что это в открытом формате, это никто не предоставляет, такой формат, все это приходится анализировать с помощью, опять же, тех же там иностранных и не иностранных экспертов финансовых, коим я лично, безусловно, не являюсь, да. Но это мнение вот людей профессиональных, что, скорее всего, это имело отношение впоследствии к займу от государства господину Усманову в размере миллиарда долларов, где гарантом уступало само государство. И организовывал этот займ в 2009 году, в тяжелый финансовый очень год, именно господин Шувалов. И плюс, что касается Романа Абрамовича и его бизнес-империи, то он, господин Шувалов, всячески лоббировал за монополизацию металлургической индустрии в России под его компанией «Евросгрупп». То есть, здесь мы говорим о лоббистских функциях со стороны господина Шувалова, соответственно, использовании его служебного положения. Здесь от этого не уйти никак. Наталья, эта очень мутная история должна была, безусловно, заинтересовать Генеральную прокуратуру России, поскольку господин Шувалов гражданин России, только гражданин России, он не является гражданином других стран, исключительно одно гражданство у него. Вы были в Генеральной прокуратуре, давали сигнал? Это то, что я сделала в первую очередь, я обратилась туда, со всеми этими материалами, со всеми этими бумагами. Через очень короткое время, что в тот момент для меня было сигналом того, что они, ну, во-первых, что материалы серьезные все-таки, они просто, мы как сумасшедшие, какие-нибудь бабушки пришли с каким-нибудь там, да, с непонятно чем. Меня вызвал на прием господин Семин, бывший прокурор города Москвы и ныне возглавляющий в Генпрокуратуре департамент по антикоррупции. Он меня вызвал на прием, лично меня, к себе на прием. И мы с ним беседовали, он говорил, задавал вопросы по материалам на самом деле. То есть он с ними ознакомился? Он с ними был хорошо знаком к тому моменту, когда я у него оказалась. И задавал очень предметные, нормальные, в общем-то, вопросы в связи с этим делом. И попросил меня, что было очень интересно, и, в общем-то, я это предполагала, попросил меня не озвучивать всю эту историю и, значит, в общем-то, молчать обо всем. Не озвучивать в СМИ? Да, да. И в частности, не говорить, что я была у него даже на приеме, но это очень забавно, потому что я свободный человек, я в праве делать все, что я пожелаю в этом смысле, то есть меня ограничивать он не имел никакого права. Потому что вы же не давали подписку, а не разглашение? Естественно, нет, и он с меня ее и не попытался взять, после того, я довольно в жесткой форме сказал, что, естественно, этого я вам не обещаю, что это не будет нигде озвучено. Вот, и, соответственно, после этого мы ждали сначала месяц, потом они продлили... А встреча была в марте? Это был конец февраля, на самом деле, да. Через месяц они продлили срок рассмотрения еще на 30 дней, еще на месяц, и после этого мы получили отписку о том, что никаких фактов коррупции не выявлено, и, соответственно, никаких оснований передавать дело в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела не существует. То есть, так, абсолютно безапелляционно и по факту? По факту. Да, нет, отрезали и все, да. Нет, мы сразу запросили, я и мой адвокат запросили материалы того расследования, которое они провели, проверки, которые они провели, потому что я к заявителям имею на это право. Мне было в этом отказано, и сейчас мы подали в Тверской суд жалобу по этому поводу, и у нас будет заседание, будет, наверное, недели через две, я так понимаю, в этой связи, где, скорее всего, нам повторно откажут в предоставлении материалов вот этой проверки, которая, кстати, подразумевает опрос в первую очередь всех фигурантов. То есть, они должны были опросить Шувалова, они должны были опросить Алишера Усманова, Абрамовича и Швидлера, как минимум. Есть большие сомнения, что они это все делали, да. Особенно в связи с тем, что мы сейчас уже видим, что господин Шувалов не просто не пострадал в результате этого, этой истории, этого скандала, который все-таки последовал после моего заявления в Генпрокуратуру, все-таки СМИ через какое-то время взяли за эту историю, хотя это потребовало очень больших усилий с моей стороны, но взялись, и взялись, к сожалению, вначале не российские СМИ, а западные, в частности, Wall Street Journal и Financial Times, первые, кто опубликовали статьи по этому поводу. И уже наши СМИ вынуждены были как-то реагировать. Да, и после этого уже последовала реакция, конечно, и здесь. Но мы видим, что, в принципе, что эта история, этот скандал никак не повлияла на решение о том, что Шувалов останется первым вице-премьером, и что у него остаются все те же функции, что этот человек по-прежнему возглавляет экономический блок страны, что он по-прежнему будет ездить, не знаю уж, как он это будет делать после этих публикаций, и я надеюсь, что это не последние были публикации по этому поводу в иностранных СМИ, как он будет ездить в Давос, куда он ездит на протяжении уже нескольких лет, как представитель России, и человек, который лоббирует там тему инвестиций в Россию, да? Кстати, у меня к вам такой вопрос, скажите, а как вы считаете, будет Запад реагировать на эту скандальную историю? Ну, Запад реагирует однозначно, на самом деле то, что здесь воруют и берут взятки, и что здесь коррупция зашкаливает в России, там уже никого этот факт не удивляет, все о нем знают, все это воспринимают как часть российской действительности, другое дело, что когда у нас первый раз объективно оказались такие серьезные материалы на руках, подтверждающие этот факт конкретный, да, дачи и принятие факта коррупции, да, взятки, это, конечно, имело там серьезный эффект, то есть, среди, то есть, бизнес-комьюнити, безусловно, на это отреагировал, другое дело, что отследить кто из бывших там партнеров, из партнеров того же Алишера Усманова, там с ним останется, а кто расстанется, пока сложно, и пока, я думаю, говорить об этом рано, хотя мы на это рассчитывали. Какие-то юридические последствия для Алишера Усманова, Это что касается экономической стороны, да, да, может быть, я надеюсь на это, и может быть, действительно, эти корпорации, такие как Disney, International, Disney, соответственно, который инвестировал в компанию Алишера Усманова, медийную компанию, 300 миллионов долларов годом раньше, что они все-таки как-то передумают, потому что вот сейчас мы подали документы в СФО в Англии, где Алишер Усманов является резидентом, он проживает в Англии, он владеет там футбольным клубом, арсенал, мы подали там документы, нас вызвали на встречу после этих, после этой подачи документов, эта организация называется СФО, Series Fraud Office, организация государственная, которая занимается мошенничеством, взяточничеством, ну, финансовыми взяточниками, финансовыми преступлениями, скажем так. вот, и очень надеемся, что там это дело как-то будет иметь ход дальнейший. В FBI, в их структуры связан, опять же, да, извините, ФБР, ФБР, американские, где в Америке, если не проживает, то по крайней мере, американским гражданином является господин Швидлер, в свою очередь, то есть, он попадает под эту юрисдикцию, как бы, ну, напрямую, под американскую, мы подали, я подала документы еще давно, и какой там ход удела, пока я тоже говорить не берусь и не стану озвучивать пока, но надеюсь, что там тоже будут результаты по этому делу, и если будет у нас результат какой-то там, то, конечно, я думаю, что это отразится и на ну, и на господина Шувалова, безусловно, по крайней мере, возможно, поскольку он является одним из главных здесь фигурантов, наравне, естественно, с Алишером Усмановым для Запада, да, и с Абрамовичем и Швидлером, что, по крайней мере, на него будут немножко иначе смотреть, когда он поедет в тот же самый Давос, о котором я уже упомянула, вот, а что касается Усманова и Абрамовича и Швидлера, то, возможно, я надеюсь, что это отразится на их финансовых взаимоотношениях с западными партнерами. Я благодарю вас, Наталья, за исчерпывающее интервью. Итак, однажды Владимир Владимирович Путин на вопрос Ларри Кинга «Что случилось с подводной лодкой Курск?» ответил «Она утонула». Пользуясь этой же терминологией, можно задать другой вопрос «Что случилось с нашим правительством?» и ответить на него «Оно проворовалось?» Смотрите предвестник. В PHE sale ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...